привет мои лапули так цветочки точечки хочу поговорить сегодня знаете о чем просто такая болталка будет мысли разброс у меня хочу поговорить ну судя по названию уже поняли а завистью зависть сглаз верю ли я в такие вещи в зависть конечно я верю это чувство которое люди ощущают а вот в глаз не знаю я не верю в такие вещи честно сказать сглазили мне очень часто пишут типа знаете как не надо хвастаться своим счастьем и показывать мужа счастье нужно часть и семью и мужа нужно скрывать от чужих от чужих глаз а зачем я должна скрывать зачем я счастлива я делюсь своим счастьем почему я должна скрывать как раз таки мне кажется скрывать нужно от таких вот кто это пишет мне в голову например не приходит когда я вижу счастливую семью счастливую женщину ее сглазит вот такая вот стерва вот все у нее хорошо у меня плохо а может надо задуматься почему у нас так а у нее вот так это я говорю про зависть к чужому счастью конечно я не могу сказать что я никогда не завидовал что это копило и пушица да я тоже завидовала у меня тоже даже сейчас сейчас у меня бывает зависть знаете я чему завидую я могу признаться честно я завидую мамочкам молодым нет не молодым а точнее мамочкам которых маленькие дети но не всем мамочку нет я не завидую всем мамочкам у которых есть у которых есть дети я завидую мамочкам с тем которые мне очень нравится мне сложно понравится я но это не такая черная зависти что я думаю ли на почему вот она имеет ребенка а у меня неты нет это не чёрная зависть. Но иногда мою голову посещают мысли такие, почему вот у этой женщины есть ребёнок, а у меня не получается. Знаете, когда я вижу или слышу истории горе-мамаш таких, которые родили, выбросили, которые рожают их, как, я не знаю, как курица яйца высиживает, вылупляются, как яйца, потом она даже не смотрит, с какой стороны эти дети. Да, вот такие моменты я задумываюсь, почему ей Всевышний даёт, а мне не дал. Мне как бы не даёт возможность почувствовать себя мамой. Но даже в такие моменты я стараюсь найти ответ на этот вопрос. Наверное, всё-таки я за что-то как бы отвечаю. Есть какие-то моменты в моей жизни, за которые я несу ответственность именно вот так. вот то, что мне Всевышний очень долго не даёт возможность стать мамой. Но я не отчаиваюсь, это всё. Я на пути к этому. Поэтому... Поэтому, знаете, у меня нет вот этой чёрной зависти, которая меня вот изнутри разъедает, прям вот меня мучает и делает меня несчастной. Нет. Хотя я всеми путями пытаюсь стать мамой, но у меня это пока не получается. Но я не становлюсь от этой несчастной. Я не становлюсь от этого, знаете, злой, вредной, агрессивной, ненавидящей других женщин. Но почему же вот полно таких женщин, которые ненавидят других за то, что они счастливы, я не могу понять. Вот это я не понимаю. Вот такая вот у меня тоже есть зависть. Вот. Завидую мамочкам, у которых хорошенькие такие дети. Особенно, знаете, дети такие... Мне нравятся дети такие шустрые. Терпеть не могу детей, зануд, которые висят чуть ли на маме, закатывают истерики. У меня желание бывает придушить таких детей, честно признаюсь. Я люблю шустрых, знаете, таких смекалистых детей. Вот в интернете очень часто можно видеть ролики таких детей. Ну, такие мне нравятся, ничего не отпадет. А вот. По поводу сглазов. Сглаз я не верю в то, что, видите ли, от того, что я показываю свое счастье, своему мужу. Он обычный мужчина. В принципе, такой же муж, как и у большинства женщин. Просто мы нашли друг друга, и нам друг с другом хорошо. Это не значит, что если бы мой муж жил бы с другой женщиной, у них так же все прекрасно сложилось. Он жил до меня с другими женщинами, у них не сложилось. Точно так же и у меня. Если бы... Это не значит, что моему мужу я досталась такая прекрасная женщина. Нет, просто мы друг к другу подошли. Почему я не верю сглаз? От того, что я буду показывать свою жизнь, что она вот так вот резко изменится. Почему я в это не верю? Потому что мое счастье никак не зависит от Маши, Наташи, Зайнабха, Дишат, от того, что они меня увидели, от того, что они там что-то подумали. А, вот у нее вот так, а у меня не так. Мое счастье никак от этого не зависит. Мое счастье, я была счастлива и до Зайнабха, Дишат, Маши и Наташи, и после них останусь такой же счастливой. Их мнение, то, что они там подумали обо мне, никак не меняет мою жизнь. Поэтому я взглаз, то, что у меня счастье чужое можно сглазить, семейное счастье, я в это не верю. Не знаю, может быть, я когда-нибудь изменю свое мнение, но вот почти до 40 лет я дожила, я в это не верю. Я не верю, что можно счастье, между мужчиной и женщиной, семейное счастье можно сглазить. Семейное счастье зависит только от вас и от вашего супруга. От вас двоих это зависит. Больше ни от кого ваше семейное счастье не зависит. Конечно, очень часто в наши семьи влезают наши родители. Обычно это бывают мамы чаще всего, женский пол чаще всего. Изначально надо на корню на этом ставить нет. Нет, все. Давайте понять, что это ваша семья и, например, моя мама тоже с удовольствием влезла бы в мою семью и давала бы мне советы, как и что нужно делать. Но я могу выслушать свою маму, но это не значит, что я буду делать, вот как она сказала. Первое время она мне много чего говорила. Почему ты вот это не делаешь? Почему ты вот так мужу не говоришь? Ну как бы у нас, ну как принято у нас на Кавказе, да, многие вещи. Я этого всего не делала. Я делала так, как считала нужным я. И дальше я буду делать так, как считаю нужным я. И то же самое со стороны родственников мужа. Например, бывают ситуации, когда или заловка, или свекровь мне говорит вот так, вот так, вот так, скажи мужу. Нет, я все равно делаю, как я считаю нужным, как я хочу сказать мужу. Я не позволяю никому извне помыкать моей семьей, влезать в отношения между мной и мужем. Поэтому счастье семейное зависит только от вас двоих. Я считаю вот так. Не знаю. Не знаю, может быть это все из-за того, что как-то, ну, у меня нет другого отрицательного опыта, но я бы и не хотела бы иметь этот отрицательный опыт, честно скажу. Даже если вот подумать, да, почему я так думаю. Предыдущий мой брак, там тоже я могла бы быть очень счастливой женщиной. Я не захотела быть счастливой женщиной. От меня многое зависело. Я не захотела ничего делать для предыдущего брака. Я, 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 я. Ничего мне не за... Я просто хотела вот сбежать и все. А ничего решать и делать. И то, что делать, даже принимать то, что есть, я не хотела. Вот такой я была эгоисткой. Вообще я по жизни тоже эгоистка. Но в этом браке мне не приходится показывать свой эгоизм и свой такой очень вредный, противный характер. Признаюсь честно, у меня очень противный характер. Вот. Вот так вот. Так что завидуют все, наверное. Но зависть у всех разная. Кто-то завидует по-доброму. Не знаю. Завидует так, наверное, ввой. А вот у неё всё так хорошо. Я бы тоже хотела бы. А кто-то завидует по-чёрному так, что внашивает эту зависть в себе. Она прям разрастается. Прям они её вот кормят, кормят, кормят каждый день. Где-то услышали, увидели, что там у кого... Там, я не знаю, у Ирочки что-то хорошо сложилось. И давай. И пошла Маша. Ну, это я так. Образно Маша рассказала Насте, что и у Ирочки всё так хорошо. Вот она такая козадранная. У неё всё так хорошо. А у нас вот так. Пошла, рассказала дальше Свете. Пошла дальше, рассказала Оле. И вот так вот. Вот это вот зависть. Вот это вот гложет, гложет, гложет. И вот разрастается прям. Зачем это делать? Ну, хорошо, Ирочки. Хорошо. Порадуйся за неё. У тебя тоже, может быть, будет хорошо. Порадовалась и забыла. Всё. Зачем это в себе тащить? От одного человека к другому, к третьему, десятому, вот так по цепочке вот это всё разносить? Зачем? Я никогда не понимала людей, которые завидуют, знаете, чему? Чужим деньгам. Что кто-то работает на хорошем месте. Что, я не знаю, у кого-то семья хорошая. Ну, не знаю. Вот эти вещи зависти я не понимаю. Даже если ты завидуешь, я не понимаю, как можно, как можно это так открыто показывать. Ну, как-то, наверное, стыдно должно быть. Это чувство, которое нужно скрывать, которое нужно подавлять себе, с которым нужно бороться. А люди, нет, вот я замечаю у себя в комментариях под видео, они прям так открыто это показывают. Им это не стыдно. Я, сейчас сказать, меня кто слушает чем-то удивить, но всё равно я с каждым разом всё поражаюсь, поражаюсь, какие гнилые у нас люди живут. Так что, девочки, пожалуйста, не культивируйте в себе вот это чувство зависти. Не нужно. Мало ли у кого, вот, например, да, вот даже взять меня. Со стороны всё выглядит в моей семье прекрасно, да, вот у меня такая прекрасная жизнь. Я каждый день там где-то гуляю, Фатима ничего не делает, вверх жопой целый день лежит, а у меня здесь эльфы скачут и всё делают за меня. Так это выглядит со стороны. Но я делаю всё, что должна делать жена. У меня такая же семья, как и у всех, и не всё так прекрасно. Вот я повторюсь, не всё так прекрасно. Я счастлива, да, я очень счастлива. Но то, что я хочу, например, на самом деле, я не могу пока получить. Поэтому в каждой семье есть какие-то, знаете, свои скелеты. И не нужно думать, что вот кто-то живёт прекрасно, что у кого-то раз есть много денег, что он счастлив, мне деньги не приносят счастья. Абсолютно не приносят. Что деньги приносят счастья, думают те люди, у которых этих денег не было. Вот они думают, что деньги приносят счастье. Поэтому не нужно думать, что у кого-то нет проблем, что там прекрасная жизнь, а только вам приходится, бедным, мучиться, пахать. Не у всех всё так хорошо. Поэтому завидовать, в принципе, это глупость такая. На это тратить время, тратить время, свои нервы. Мне кажется, чем завидовать, сидеть вот отсиживая попу на диване и думая, вот всё там так хорошо, а мне так плохо. А если бы вот я родился в такой семье, я был бы вот таким вот таким. Чем вот так вот сидеть, думать, наверное, нужно двигаться, что-то попытаться сделать для того, чтобы изменить свою жизнь. Вот так сидя ровно на попе, жизнь-то за вас её никто не поменяет, не прискачет белый принц, точнее, принц на белом коне и вот так вот по щелчку вашу жизнь не изменит. Нужно самим что-то для этого делать. И то же самое, например, мы, женщины, хотим встретить красивого, умного, образованного, весёлого, знаете, мужчину, который сделает нас счастливой, да? Мы же такого ждём? А что вы даёте взамен этому мужчине? Что вы даёте? Вы вся такая с проблемами своими, неудовлетворённостью, вот с такой минной. Вы нужны этому красивому, умному, весёлому принцу? Нет, не нужны. Будьте вы такой же, красивой, умной, образованной, весёлой, жизнерадостной, такой, знаете, чтобы вы излучали счастье, непринуждённость, такая лёгкость, чтобы была у вас... Вот тогда вы встретите, наверное, тоже такого же человека. Вы притянете к себе такого же человека. А то, когда вы излучаете негатив, вы хотите получить позитив. Так не бывает. Ну, бывает, наверное, где-то, но это скорее исключение, чем правило. Ну, всё, хватит. Болтаю, болтаю, болтаю. Почему меня навеялось сегодня на эту тему? Потому что за последние дни я не разно наткнулась у себя на комментариях, что я начала хвастаться, показывать своё счастье. Это не нужно показывать, это нужно скрывать. Я не считаю, что нужно это скрывать. Я хочу делиться своим счастьем, я хочу его показывать. Я хочу показать женщинам, что для счастья не обязательно нужна куча денег, чтобы быть счастливой с мужчиной. Ты не должна жить в хоромах. У меня обычная квартира со старой мебелью, которая другая на моём месте, может быть, и выбросила бы. Для счастья этого всё не нужно. Я вот это хочу показать. Почему я не... Почему я должна скрывать? Что мне бояться? Что моего мужа кто-то уведёт? 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 Поверьте, нет. У меня никто никого не уведёт. Я настолько в себе уверенная женщина, что от меня никакой мужчина не уйдёт. И вам желаю быть уверенной в себе, как в женщине. Ну и всё, наверное, на этом я закруглись. О, кстати, у нас сегодня целый день был дождь, и вот я пока снимаю видео с вами, разговариваю, вылезла... Вылезла. Мне хочется сказать это слово. Вылезло солнце. Не вышло, а вылезло. Мне так нравится. Не надо меня исправлять. Если вам что-то не нравится, пожалуйста, переключитесь на другой канал. Всё. Пока, мои хорошие. Счастья всем!